Друзья, всем большой-большой привет. Надеюсь, меня хорошо слышно, так как у нас ветрено. Простите, холодная вода. Мы уже собрались. У нас сегодня воскресенье. Мы должны были вчера ехать, но перенесли на сегодня. Вчера немножко дома отдохнули, а сегодня едем по одному делу. Едем в другой город. Город называется Менден или Минден. Не знаю, как правильно, кто живет в этом городе из моих подписчиков. Напишите, как правильно его говорить, если я неправильно сказала. Ехать нам час. Для чего мы туда едем? Наверное, название уже поняли, но расскажу детальнее. Мы едем посмотреть квартиру на продажу, которая стоит в Ноябал. Цену, как она выглядит, все остальное покажу уже там. Сейчас она, я так понимаю, на этапе строительства. Там все всегда открыто, поэтому можно поехать посмотреть. Надеюсь, благополучно доедем. Все, посмотрим. Вам, конечно же, покажу. Потихонечку присматриваемся к своему жилью. Так что беру вас с собой. Будем выбирать вместе недвижимость. Будем посмотреть, что по ценам, что по квартирам. Сегодня вот такая квартира есть на продаже. Поедем посмотрим на дом, на окрестности, на саму квартиру. По ценам,notice по моему жилью. Нам нужно очень много сайт, чтобы Montpellу обошел. Значит, в итоге есть ост plugging в отделе. Вот так вот. Институт. Здесь Indigenous incredible уважek. Поэтому, кстати, выraine от серого. По воде должно быть немного меньше, наверное, нет. Так, без кудраite можно открыть. Так, мы уже в дороге. Пока мы едем, немножечко расскажу подробнее о том, куда мы едем. Уже сказала, что едем в город Менден смотреть квартиру. Квартира идет на продажу. Я давно говорила о том, что мы планируем приобретать свое жилье здесь. Что это будет? Квартира в старом доме. Квартира в Ноевал. Дом готовый. Дом, который нужно строить. Участок, я имею в виду, и подстретительство дома. Мы не знаем пока, что это будет. Пока мы думаем, пока мы смотрим, так сказать, присматриваемся, прислушиваемся, прицениваемся, наблюдаем. Что по процентным ставкам сейчас в банках, что по всяким ценам на готовое жилье. Сейчас в этом году цены на готовое жилье снизились, конечно, не на много, но снизились. То есть на рынке недвижимости есть понижение цен. К сожалению, в банках понижение ставок не предвидится. Также можно попасть в программу для молодых семей. Недавно читала, что молодым семьям, которые покупают или строят свое энергоэффективное жилье, есть такая программа. Под 1,5-2% можно брать кредит на это все определенную сумму. Пока мы это не уточняли в банках, пока присматриваемся к жилью. Что я хочу сказать. Мы едем смотреть квартиру, которую я нашла случайно на иммобиле. Это мой АПАУ. Квартира расположена на первом этаже. Подробнее я уже покажу, когда наедем. Дом, насколько я поняла, нагонили по телефону. Дом на этапе строительства еще. К концу 2023 года будет уже сдаваться в эксплуатацию. Квартиры там, остальные проданы. И продается квартира на первом этаже с террасой. Уже квадратуру, цену и все остальное я скажу вам, покажу там. Что еще мы хотим посмотреть? Конечно, мы в этом городе никогда не были. Куда мы едем? Хочется вообще посмотреть, что это за городок, что там есть. Я так почитала про него. Это небольшой город, 55 тысяч населения. Понятно, что там все есть. Школы, садики, инфраструктура вся, магазины и так далее. Но посмотрим, что там есть возле этого дома. Вроде бы так на карте. Дима посмотрел, что там трасса недалеко проходит. Не хотелось бы прямо рядом с трассой жить. Тем более, это первый этаж. Все будет слышно. Но посмотрим. Квартира, кстати, может продаваться как с отделкой внутри, так и можно договариваться без отделки внутри. С определенными исключениями. Что-то вы можете сами делать. Что-то уже будет сделано. От этого, скорее всего, будет зависеть остаточная уже цена. Конечная цена. Посмотрим. Сейчас поедем, посмотрим, что будет, как будет, не знаю. Это первый раз, когда мы едем смотреть. Жилье не съемное, а жилье уже на покупку. Первый раз за всю жизнь нашего здесь, в Германии. Волнительно, интересно. Там не будет никакого оператора, никакого менеджера, никого, который будет нам все показывать. Мы просто спросили, сказали, нужно приезжать. Там все открыто, стройка идет. Не знаю, сегодня в воскресенье будет ли там кто-то, скорее всего, никого. Мы вообще должны были вчера поехать. Но по другим делам вчера были заняты, перенесли на сегодня. Вот такая вот история про эту квартиру. Дома мы еще не смотрели. Мы вот начали пока, если вдруг нам понравится какая-то квартира, по цене она будет подходить, не будет стоить, знаете, 500 тысяч, то, возможно, мы купим квартиру, а не дом. Тоже, знаете, задумываясь уже об этом, что на первом этаже квартира с террасой уже почти как маленький домик. Так что едем смотреть и берем вас с собой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы уже практически подъезжаем к городу Менден. Вон, кстати, на табличке и написано. Он здесь красиво. Мне уже нравится подъезд к городу. Ну, как подъезжаем? Ну, еще минут 15 нам ехать до него. Еще 12 километров до города. Здесь лес проехали, такой густой, красивый, такая свежесть. У нас, конечно, там такого нет возле нас особо таких лесов. Не замечала я. У нас так пара-тройка деревьев. Что-то типа лесопосадки больше похоже, чем на лес. Мы в Хам ездили в лес как-то. Тоже сложно прям таким густым лесом назвать. А здесь прям видно, что такой лес-лес. Ну, и здесь горы недалеко. Вот мы едем. Вот это горы там, да, уже. Ну, то есть видно отсюда же такие возвышенности. Я читала, что этот Менден находится как на севере горного района Арнсберг. Вот, поэтому тут больше, более такой воздух, знаете, больше свежесть и чего-то такого. Посмотрим. Посмотрим, как нам понравится, не понравится. Здесь очень интересно. Здесь очень интересно. Все, ребята, мы уже въезжаем в город Менден. Сейчас будем осматривать окрестности, территорию. Я не знаю, будем ли мы... Да, вот написано Менден. Конечно, здесь такая больше горная местность. Вот сейчас пока ехали, такие вот серпантинчики на высоте. Ну, так, конечно, на любителя. Посмотрим. Сюда еще тоже можно доехать по автобанам. Мы тоже сюда сначала ехали по автобану, а потом уже съехали на такую сельскую больше местность, сельские дороги. Но Дима говорит, что можно было еще по каким-то там автобанам ехать. Но мы решили так проехать с поселом, городишком. И вот заехали в город. Вот город Менден вот так выглядит при въезде. Не знаю, будем ли мы проезжать сейчас через центр. Может, вряд ли, потому что у нас выставлен адрес, где находится этот дом, который строится сейчас. Если мы не будем проезжать через центр, то потом, наверное, там проедемся, чтобы хотя бы просмотреть город, что где находится, интересно. А вдруг? А вдруг это знак, вдруг судьба, вдруг вселенная все подготовила, и мы здесь купим квартиру. Кто его знает? Все может быть. Я уже ничему не удивлюсь, потому что когда мы в Бекаме снимали нашу квартиру, мы тоже поехали просто, потому что нам было дома скучно, просто поехали посмотреть. Мы даже не собирались снимать ту квартиру. И благополучно, знаете, живем в ней два года уже. Поэтому, знаете, никогда не говори никогда, не зарекайся. Так что едем, смотрим. Есть такой огромный фельдик. Я уже смотрю магазины сразу. Мы все квартиру не посмотрели, я уже магазины смотрю. Бургер Кинг был при въезде. Вон Макдональдс вижу. Такой, пока город такое впечатление вызывает. Немножко такой старый город. Прям видно. Может, мы поедем еще по той части, к старому городу. Такие старые здания, старые дороги. Такое все старенькое. Вот все магазины там. Эдако. Альди, ДМ, Кик. Что там еще? Какой-то обувной. Мюзик Шуле. Я не успела просто показывать, так как мы едем. Мускальная школа вот уже при въезде. Вот такой вид открывается. Ветер немножко дует. О, железная дорога есть. Значит, наверное, здесь есть этот Банхоф. Я так думаю. Вот. Есть, наверное, Банхоф. И есть где-то тут рядом еще, я смотрела, есть аэропорт неподалеку какой-то. Поэтому, в принципе, развязка пока хорошая. Вот ближайшие города. Бальве. Хемер какой-то. Дортмунд Уна. Хаген. Хаген, кстати, тут недалеко. Дима как раз в Хагене сейчас они работают. Как раз проект там. Прямо рядом. Это что, 46 километров до Хагена написано? Или просто 46? А, это название дороги, номер дороги. Понятненько. Будем смотреть. Ветер, конечно, сегодня жесткий. Где-то 30 километров в час у меня написано. В прогнозе погоды. Так, тринг-гуд. Это мы, наверное, проезжаем. Это, наверное, еще не центр. Не знаю, это больше въезд в город еще. Потому что город достаточно большой. Ну, а тут уже, видите, поинтереснее улицы, дома уже не такие старые. Есть, конечно, и старые, но и новые уже виднеются местами. Конечно, тот дом, куда мы едем, подкупают тем, что он новый. Это, конечно, прям приятно. Вот. Потому что все-таки покупать квартиру в Ноя Бау намного, мне кажется, приятнее и выгоднее, чем в старом доме. Это прям и дураку понятно, мне кажется. Опа. Это что такое? Это что такое было? Местные жители нас так встречают, перебегают в дорогу. Так, все, нам осталась минутка до этого дома. Так что включусь попозже. Ребята, мы уже доехали. Сейчас будем, ну, припарковались, чтобы туда прям не заезжать. И идем искать этот дом. Район мне не нравится, говорю уже сразу. Ни мне, ни Диме. Такой район, знаете, смахивающийся чем-то на Кёрдове Мюнстере. Кто там жил, кто знает этот район, меня поймут, что я имею в виду. Вот здесь нужно пройти, потому что там номер 18А. В общем, сейчас будем девытыся, что да где. Вот такие вот дороги здесь по всему району. При подъезде в этот район вот такие дороги разбитые толком. Ну, короче, мне уже ничего не нравится здесь. Не знаю, понравится ли квартира. Но район как-то не особо. Да и вообще мы сейчас проехались по городу. Мы, не знаю, наверное, в центр не заезжали. Или то был уже центр. Вот, посмотрите. Всякое такое грязное, страшное. В общем, город тоже такой особо какой-то грязный. Не знаю, все какое-то, не знаю. У нас город, конечно, намного чище. В этом плане. Сейчас посмотрим. Пока я не вижу, где тут строится дом. Может, мы вообще неправильно приехали. Уже начали об этом задумываться. Что-то будем искать. Так, ребят, выглядит квартира. Которую мы приехали смотреть. Вот она. Здесь просто участок. Ну, по крайней мере, по адресу, как мы смотрим, по номеру данному нам. Вот так вот выглядит дом, который будет сдаваться в конце этого года уже. Как написано в объявлении. Ну, конечно, мы сейчас никому звонить не будем. Этому бюратору никому. Мы как бы поняли, что это просто пока участок. Что здесь нет еще ни фундамента, ни стен, ни крыши, ни тем более каких-то квартир и так далее. И все квартиры уже здесь проданы, хочу вам сказать. По итогу. И, ну, по его словам, правда это неправда. Ну, в общем, район нам вообще не понравился. Квартиру, которую я хотела посмотреть и вам показать, тоже уже как бы не получится. Мы, конечно, сейчас еще тут пройдемся. Может, мы где-то ошиблись. Но, как бы, вот это 18 дом стоит белый. И 18А этот адрес, он получается за этим домом. Ну, ошибиться сложно. Мало то, что туда подступиться не очень удобно, потому что везде частная территория. Ну, вот чей-то дом с частной парковкой, со всем этим тут ходить как бы вообще нежелательно. Мы туда, конечно, заходить не будем. Да и смысл смотреть на что? На участок с буринами. Ну, вот так вот продаются пока квартиры у нас тут в Германии. Знаете, еще не то. Он сказал, что дом на этапе строительства. Почему-то я подумала, что этап строительства не совсем первоначальный, а какой-то уже, знаете, хотя бы средний. Хотя бы там стены есть, еще что-то нет. Ничего такого нет. Ну, знаете, как говорится, ничего страшного. Проехались, погуляли, покатались, провели прекрасное время. Сейчас, может быть, тут еще по центру проедемся. Может, нет, сейчас посмотрим. Потому что тут жить мы вряд ли будем. Не понравился нам ни город, ни район этот. Вообще ничего особо не понравилось. Вот, и будем же скоро выдвигаться домой. Не суло нахлебавший, как говорится. Так, зашли мы с другой стороны. Вот это будет, я так понимаю, подъезд к этому дому. Вот это 18-й дом. И вот это за ним будет 18-й А. Вот эти вот бурены все. Вот пока вот такой этап строительства сейчас этого дома. Не знаю. Наверное, здесь можно так покупать квартиры без проблем. Я думала, ну, на этапе, там, котлована, уже когда котлован или, там, фундамент делают, покупаются квартиры. Но, оказывается, ну, мы, знаете, еще не покупали жилье, чтобы знать все это, все эти тонкости. Оказывается, вот так уже покупают, что он нам сказал, что уже там пять, их там всего шесть квартир, шестиквартирный дом будет. Пять квартир уже проданы, одна, типа, вот не продана. Но мы уже с ним созваниваться, списываться не будем, потому что даже если бы тут стоял этот дом уже, и квартира бы нам понравилась, все равно мы бы не хотели здесь ее купить, потому что город нам абсолютно не понравился никак. Не знаю, пока где мы были, не понравился. Не знаю, мы сейчас пройдемся по центру, что-то поинтереснее там будет. Но пока впечатление, знаете, на тройку из десяти. Оценка, вон там кот бегает. Так что вот, ребят, хотел вам показать готовую квартиру. Ну, не прям готовую, но хотя бы ее стены с фундаментом. Но, как оказалось, не так это все. Так что мы будем знать. Теперь, в следующий раз, главное вам ехать смотреть какую-то квартиру, что там может быть и такое. Такой этап строительства. Супер-супер первоначальный, даже еще без скошенной травы. Все, сейчас идем в сторону машины. Владимир там ходит. И что? И поедем, может, сейчас через центр, наверное, и в сторону дома. И не очень мне нравится, конечно, эта местность здесь. Потому что горы вокруг, чуть есть такое, что давит на мозги. Вот этот воздух, все. Свежесть чувствуется, потому что, наверное, лес рядом. Вот это единственное, что мне понравилось. Все остальное. И то, что Винтерберг недалеко, тоже мне нравится. Ну, как недалеко, тоже час ездает сюда. От нас как раз он в двух часах ездает сюда час. Здесь в основном социальное жилье, я так понимаю. А, этот район, потому что такие все однотипные, одинаковые дома, многоэтажные. Вот. Везде слышно русский язык. Да, в общем, все по-своему, как говорится. Все, идем в сторону парковочки. И будем ехать уже в направлении дома. Может быть, через центр. Потому что я видела на фотках тут какой-то в центре там то ли фонтан красивый, то ли еще что-то. Может, сейчас поедем, посмотрим. Теперь, раз уж приехали в Менден. Ну, я думаю, что это первый и последний раз, когда мы здесь находимся. Так что, вот такая поездка у нас сегодня получается. Я, кстати, вообще так разочаровалась, потому что я очень хотела посмотреть готовую квартиру. Не говорю там с отделкой, с мебелью. Нет, конечно. Просто хотя бы дом строится, что там стоят какие-то стены, фундамент. Вот пусть без крыши, еще без окон, без дверей. Как-то себе так представляла. Но никак не представляла, что это просто участок с травой. И там ничего еще не делалось. Не знаю, когда они это будут делать, как они хотят это сдать в конце 23-го года. Или это просто так написано, что никто не будет это сдавать в это время. А может, они быстро это все сделают. Странно. Но нас уже это не интересует. Так, по дороге домой пока едем. Остановили здесь такое большое поле с клубникой. Вон люди собирают, но мы собирать не будем. Мы не готовы сегодня. Вот. Ни морально, ни физически. Сейчас просто куплю клубнику. Хочу сделать десерт. Поэтому возьму сейчас килограмм. Что-то, может, съедим. И остальное уйдет на десерт. Завтра, наверное, десерты сделаем. Хочу один попробовать. Так что, вот смотрите, сколько людей. И этот... И тут цветы, кстати, тоже можно собирать. Но они там где-то в конце цвета. Дальше здесь нет. Все, идем, потому что здесь очередь. Это почти рассеялось. Еще картошку продают. Но картошку, картофель нам не нужен. Вот у меня клубнику возьмем и черешка еще есть. Ну что, ребят, мы уже дома. Уже наездились, накатались, как говорится. Я забыла даже сказать, сколько стоит такая квартира. И что это за квартира. Так как не увидела ее там еще готовую сразу. И, в общем, и забыла. Квартира стоит 225 тысяч евро. Квадратура у нее как наша здесь. То есть 63 квадрата, по-моему, она. Общая комната, получается, гостиная, столовая, кухня. Объединенная, да, как обычно здесь все сделают. Потом прихожая, ванная комната, одна спальня и терраса. Она на первом этаже будет располагаться. Ну, вот такая вот квартира за 220 тысяч. Конечно, больше мы туда ездить не будем смотреть, потому что город нам абсолютно не понравился. Район не понравился. Все как-то в этом районе, особенно все настолько в предпик живут, как-то близко-близко друг к другу. Может, мы отвыкли от этого, потому что живем в маленьком городе. И здесь все, знаете, мы живем еще среди такого района, в таком районе среди частных домов. Поэтому нам кажется, что, знаете, как-то оно не как селедки в банке. Отвыкли немножко от этого. Но мне кажется, что для такого небольшого города жить в том районе, я не знаю, мне не понравилось. Поэтому мы про это вообще забываем и ищем, смотрим дальше. Может быть, на следующей неделе тоже куда-то съездим, потому что на несколько еще квартир я написала в Липштадт. Мне все-таки наша местность здесь больше нравится. Там вот эти горные. Как-то ездить туда отдыхать еще ладно, но жить не думаю, что нам бы там хотелось жить. Ну вот, пока так. Все, я сейчас принимаюсь за замес блинчиков. Хочу тесто сделать на блинчике, пожарить блинчики. Очень хочется, очень давно не делала. Блинчики я делаю всегда на кефире. Рецепт сейчас не буду показывать, потому что уже показывала его на канале. Ссылочку оставлю в описании, постараюсь найти. И буду делать сейчас. Все, вот такое у нас воскресенье. Ветер по-прежнему сильный, солнце светит. Ну, погода такая погода. Все, посадилась в блины. Попозже покажу вам, что получилось. Что, ребят, блины у меня в самом разгаре. Я уже сама ужарилась, потому что очень жарко. Я еще жарю блины. Все, у нас уже полседьмого вечера. Вот еще есть тесто. И здесь уже верхний получился с дырочкой. Но ничего страшного, очень вкусные. Вот, смотрите, сколько их уже здесь. Вот, накрываю всегда крышечкой. Вот так, чтобы вот эти края не обсыхали. Вот еще немножко осталось. Уже больше половины напекла. Еще немножко и буду заканчивать. Дима уже ждет, говорит, когда чай ставить. Хочу чай с блинами. Так что сейчас буду его кормить. Ну что, ребята, с вами на сегодня уже прощаюсь. Буду сейчас свои блины дожаривать. И все, и буду отдыхать. Завтра новая рабочая неделя начинается. Дима будет на работе. Я, в принципе, тоже работаю, хотя и дома. Так что все будут в делах. С вами, как всегда, увидимся в следующем блоге. Спасибо, что провели с нами в воскресенье. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok